Какая ты красивая, ты в муку. Ну а что, дома-то зачем заниматься? Сижу, крашусь, скидывай, накручиваю. Смотри, какая Анфиса красивая. Саша, привет. Красивая вообще, просто какая-то ненависть. Я поставила телефон, а здесь заливаются меня цветом, ёбка. Ну что? Как ты поживаешь-то? Ой, Анфисушка, да ничего. Слушай, сегодня вышла, и надо до магазина дойти. И у меня такой, знаешь, внутри. I believe I can survive. Ещё можно остаться. Мне хотелось зацепиться за эту дверь. Нет, я не пойду домой. Слушай, это у меня начинается комикс, где лежит замученная собака. И написано, что в доме, сколько там квартир, всего одна собака, которая гуляла, да, сколько-то, 60 раз. Вот, у меня есть собака, и поэтому у меня всегда есть причина выйти на улицу. А поскольку она ещё щенок, и она ходит в туалет очень часто, то, в принципе, я могу с улицы не уходить. И ждать, когда вы свои дела так сделаете. Я, ну, как бы, да. Ну, вот в такую погоду у меня гуляет няня, я отлыниваю. Но когда хорошая погода, то я гуляю с ней, да. По дворику, по двору. Это кто-то тоже вчера прислал из девчонок, из моих подруг. Теперь всё же порезали на мемы. Помнишь, был такой прекрасный старый фильм «Отец солдата», где грузин поехал. Да, конечно, он в Грузии на родине моего сына и бывшего мужа. Там даже памятник стоит ему. Вот, и там сейчас, значит, ходят в интернете, такой мем они оттуда вырезали, когда он идёт вдоль эшелона, и ему какой-то, значит, солдат, там, военный спрашивает, что вы здесь делаете? Он, не видишь, я просто гуляю. Сначала туда гуляю, потом обратно буду гулять. Вот я, то же самое. Но я нарезала пару кружочков сегодня вокруг дома. И, кстати, несмотря на то, что погода не очень приятная, но, тем не менее, всё равно хорошо. Но дома надо посидеть. Слушай, но я вчера, вот, каюсь, выезжала из дома, но я ездила к доктору, потому что у меня же как раз накануне сделала себе операцию на вены, и ездила на осмотр. Вот, ну, как получается, выбежала из дома в подземный гараж, доехала до клиники, забежала в клинику, где нет ни одного человека и народа. Доктор на меня посмотрел под какими-то аппаратами, и всё, и побежала обратно. Но я ехала по Москве, в которой нет пробок, понимаешь. Потом меня остановили гаишники. Ну-ка расскажи. Да, остановили гаишники. Это очень смешная была история. Я случайно, то есть как, я стояла на повороте, и был красный свет. А дальше просто светофор был чуть-чуть поодалью меня, я не видела. И тут мне начинают сзади машины сигналить. Я еду, вот, и в этот момент меня останавливает гаишник. Прямо перед гаишником. Он говорит, вы проехали, ещё не зажёгся зелёный. Я говорю, в смысле? Мне уже все сигналили сзади, я поехала. Надо своей головой думать, со своими глазами смотреть. Я даю ему права, документы, сижу. И ты знаешь, в этом вот, в этой эпидемии настолько всё становится всё равно, на самом деле, вот всякие вот другие истории, что я просто даю свои документы. Обычно я потом стала бы там что-нибудь, знаешь, там, предлагать, как-то с ними входить в контакт. Такая договориться. Документы. И опять залезла в Инстаграм, что-то там, какие-то там директоры сгребаю. Вот, через какое-то время приходит и говорит, Анфиса Александровна, я вас не узнала в этой маске. А я в маске была. Ну, кажется, когда я ему открыла окно, я надела маску. И говорю, ну, а как вы хотите? Я говорю, маски для того и нужны. Вот. И он говорит, ну, что же вы так? Я говорю, вот как-то так говорю. Ну, ладно, езжайте. Но в следующий раз за это лишение прав. Я говорю, вот, спасибо, добрый гаишник. Вот. И дальше спрашивает, как вы? Не болеете? А, нет, а что, говорит, вы дома не сидите? Я говорю, так к врачу еду. Такой, все в порядке у вас? Я говорю, ну, наверное, да, но вот жду завтра анализ на коронавирус. Я тут сдала, кстати, анализ на коронавирус. Ты что, серьезно? Ага. Прежде чем сесть на самоизоляцию, я решила узнать, не являюсь я, например, носителем каким-то, да, или, вот, бессимптомным. Ну, и что, ты ждешь анализ? Сегодня должен прийти анализ, да, сижу, жду. Потому что ты пара раскашлянула, пара раскашлянула, побежала сдавать анализ, понимаешь? Я же параноик. Ну, вообще, наверное, это такая, знаешь, очень, я бы даже сказала, сознательная позиция, да, ну, вот как бы сдать и уже точно знать, что ты действительно никого там не можешь заразить, и так далее. Ну, потому что со мной тут няня, как бы, ребенок. Хочется знать, ну, в принципе, они уже так, если у меня есть бессимптомный коронавирус, то они тоже. Небольшая паника, ну, не паника, а просто я несколько раз кашлянула, вот, ни с того, ни с сего. Да, мне... Потом, ну, я еще... Я еще очень внушаемый человек, вот, я начиталась, там, симптомы и все такое, врачи, и мне показалось, что у меня в груди все передавило, что мне тяжело дышать. Что я начала кашлять сухим, кашлят. Вот, правда, к вечеру это все прошло, но я все равно на всякий случай поехала, сдала анализ. Ну, дорого стоит, кстати. А что, по чем? Сколько стоит? Ты знаешь, 1900 рублей. Всего-то ничего. И делают, типа, три... Гемотести. Ну, делают два дня, два дня. Считай тот день, когда ты сдала. То есть, если с утра ты сдаешь на голодный желудок мазок, то вот сегодня уже должны прийти анализы. Сижу, жду. Ой, как интересно. Я-то вообще думала, что тебя гаишники останавливают, вернее, остановили по поводу того, чтобы проверить. Просто мне завтра ехать на работу. У меня же эфиры, телевидение продолжает работать, но нас ограничили, у нас небольшая группа тех, кто, ну, как бы, как эта формулировка звучит, мы обеспечиваем что-то, поддержание эфира там, или что-то такое, в общем. И мне прислали пропуск, пока где-то он там лежит, я вот доеду, завтра до останки на его заберу. Пока прислали просто его фотографию на случай, если я вот поеду, и меня остановят, то я им покажу фотографию, что у меня есть. Так ты крутышка, ты теперь с пропуском. Забирай меня скорее, увози за товарик. Слушай, а если мне нужно будет когда-нибудь выехать, а пропуска нет, ты думаешь, я не могу твоим воспользоваться? Думаешь, заметят подставу? Ну, смотри, что мы, брюнецки, короткие стрижки. Ты знаешь, Анфисушка, я не знаю. Это главное сделать, чтобы побольше были. В этой части, в этой части точно, можете заметить. Прости, а у тебя пропуск до какого места? Ты там в рот, что ли? Ну, не знаю, начну там, это самое, Муромцево, вроде была немножечко, а что-то у вас, Ирина, тут прибавила. Да слушай, мне же это часто говорят в последнее время, да вы там все на одно лицо, понимаешь? Вот и проверим. Ну да, да. Мы в своем шоу-бизнесе все теперь на одно лицо говорят. Слушай, если меня примут за тебя, тебя, не знаю, как тебя за меня, но если меня за тебя, мне это будет большой комплимент. Мне тоже будет приятно. Особенно, что у меня теперь есть пропуск. Да. Ну, а в связи со всеми этими, конечно, вещами, там на телевидении тоже у нас был такой, как бы поначалу очень большой кипиш, потому что, ну, во-первых, начнем с того, что когда были съемки всяких разных проектов, вдруг резко, ну, вот где, по крайней мере, были люди. Все приостановили. Да, приостановили. Или, если это действительно там какие-то ежедневные эфирные проекты, то попросили без аудитории снимать. И вот у меня девчонки, гримеры мои, которые наутрия, они же работают и у Вани Урганта. И они обеспечивают массовку. Они говорят, то есть мы там рассаживаемся все, мы там какие-то администраторы, в общем, все эти четыре человека, мы садимся там, хлопаем там, реагируем и так далее. Ну, конечно, говорит, аудиторию, особенно для Урганта, который привык там, на то, что он сказал какое-то словечко, если там уже ха-ха-ха, никто не заменит. И, говорит, в какой-то момент даже стало по нему видно, ну, что он как бы напрягается, нервничает, и там после съемок говорит, ну, что вы тут не смеете, что неужели не смешно? А, слушай, а он не пробовал включать искусственный смех? Ведь так же, ну, это же... Причем сам себе, да? Да, то есть, чтобы там у него просто включали такую запись смеха. Ну, классно же. Запись аплодисментов, запись смеха. Надо будет ему подсказать, буду там рядышком. Слушай, меня регулярно зовут в какие-то к Малахову, еще кому-то на НТВ «Звезды» сошлись, вот, посидеть, поговорить про коронавирус. Это звучит так странно, да? Чтобы побороться с коронавирусом, мы все должны сидеть дома, а мы собираемся, значит... И говорят, зрителей не будет. Я говорю, о, боже, а звезд коронавирус, наверное, не берет, да? То есть у нас только зрители могут быть разносчиками коронавируса, а те, кто собираются посидеть, поговорить о коронавирусе, разносчиками быть не могут. Ну да, это темата. Ну ничего, и что ты говоришь? Нет, сами ходите на свои эфиры, поговорите. Ну да, нет, почему? Но я говорю, что если за очень большие деньги, то я приеду, конечно. Но очень большие деньги, конечно же, никто не предлагает. Вот. И, ну, знаешь, я пытаюсь говорить с людьми на их языке. То есть когда им начинаешь говорить про коронавирус, они говорят, ну что, у нас у всех температуры изменяют. Ну вот это начинается, знаешь, уговоры. А когда просто говоришь, конечно, приду, и называешь сумму, которую никогда не заплатят, то сразу все вопросы, то есть никто потом не уговаривает, все сразу отваливаются. Это мой такой принцип. Я всегда так делаю. Умно, деланец. Правильно. Вот. Этим действительно можно помочь. А где Солик сейчас что-то я... Солик сейчас занимается уроками. Уроки же никто не отменял. Он сейчас с няней сидит и в Яндекс.Учебнике, по-моему, как-то так называется. Они делают уроки. Сейчас писал какой-то диктант про робкого зайку. Я зашла, он там про робкого зайку пишет. Мой сюся. Ну, я смотрю, тебе там помогает и готовить, и вообще что-то... Слушай, он очень любит готовить, но я не готовлю. Вот в чем проблема. Поэтому он помогает готовить няни. Няни, бабушки, всем подряд, кроме меня. Да, потому что у меня включается режим готовки только когда я вхожу с кем-то в период женихания. Вот если у меня появляется жених, вот, то я начинаю готовить. Если, как бы, ну, жених еще не вошел в стадию жених, да, а находится в стадии ухажер, то я, к сожалению, не готовлю. А когда он приходит в стадию муж, я тоже перестаю готовить. Да, да, я только хотела сказать, да, что для него это должен быть сигнал. Все, перестала готовить. Ну и ничего, значит... Ну я, честно говоря, это тоже... Нет, я готовлю, и даже мне кое-что нравится готовить, но я немножечко уже подустала, потому что готовишь, потом это съедают, потом снова начинаешь готовить, поэтому... А ты бы хотела это законсервировать? А хотелось бы это приготовить, и чтобы больше никто уже не просил больше есть. Сейчас, кстати, на вот этом карантине у детей начался какой-то жуткий жор. У меня с Соликой ест как не в себя, у всех моих подруг, и она жалуется, что не успеешь купить продукты, дети все мечут. При этом, что, как бы, дети-то, в общем-то, не должны быть на стрессе, да, сейчас, вот, потому что они толком не понимают, не осознают, что происходит. Нет, знаешь, на самом деле осознают, на самом деле, вообще, как бы, ну, есть же такое умение у психологов, когда мы даже можем не говорить что-то, да, не обязательно вербализировать какие-то свои эмоции, там, свои переживания внутренние, а дети все равно это считывают, и поэтому ты для себя можешь это скрывать, а ребенок, который находится рядом с тобой, кстати, неважно, сколько лет, будет это чувствовать и будет дожирать, снимать стресс за тебя. Ты знаешь, проблема вся в том, что я-то не, у меня нет никаких негативных эмоций. Я как раз сегодня думала о том, что вот весь прошлый год, несмотря на то, что я очень много путешествовала, очень передвигалась, у меня была какая-то работа, деятельность, но мое внутреннее состояние моральное, эмоциональное было намного хуже, чем сейчас. Вот сейчас я сижу дома, я не могу поехать, у меня отменились все поездки, я сдала только что билеты на Мальдивы, я должна была уже в апреле туда лететь, в Рим, в Загреб я должна была лететь на воды, там, пить воды, лечиться, детоксицироваться, в общем, куча всего нас давала. Вот, для меня это очень должна была бы быть трагедия, потому что я без путешествий вообще не могу ни месяц прожить, но эмоционально, внутренне я гораздо вот сейчас себя лучше ощущаю, чем в прошлом году, несмотря на отсутствие эпидемии и возможность передвигаться и общаться, взаимодействовать с людьми. Может быть, я какой-то внутренний интроверт, и, наконец, ему дали волю, вот, не знаю. Но, на самом деле, я поняла, что от обстоятельств, ну, вот, от каких-то обстоятельств, то есть, которые извне, наше внутреннее состояние не всегда зависит. Да, более того, наверное, главный урок, который мы должны выучить с этой ситуацией, это то, что от нас вообще мало что зависит. Ну, это я уже давно поняла. Я, например, сильно увлекаюсь астрологией, не знаю, ты в курсе, я тебе вообще делала гороскоп или нет? Нет. Я что, общаюсь с тобой, не знаю твоего гороскопа? Нет, малышка, нет. Я даже на свидание не хожу без гороскопа мужчины. Абректи доверилась. Да, ты мужиков привыкла это сразу подвигать гороскопу? Нет, я всех подруг тоже смотрю. Анфиса, ну, что-то ты меня пропустила, не знаю, в чем дело. Ну, в общем, факт в том, что я наблюдаю за... Ну, то есть, я не верю там в астрологию предназначений, да, но имеется в виду, что... Нет, не предназначений, а предсказаний. То есть, вот что, как у тебя в гороскопе написано, вот ровно так и будет. Нет, потому что у человека есть миллионы выборов, и все бывает по-разному. Но вот эти вот дни какие-то своеобразные, то есть, когда ты просто просыпаешься уже заранее в плохом настроении, и все у тебя валится из рук. Вот это вот в гороскопе настолько четко прописано и почти всегда соответствует. Причем это не то, чтобы я себе внушаю. Я даже проверяла, не видя там свой месяц, да, я жила, отмечая там в блокнотике, какой у меня был день. Потом смотрела, как это все по астрологическим раскладам, и оказывалось, все так и есть, что очень часто то, что с нами происходит в течение дня, наши эмоциональные настрои, наши там везет, нам не везет, даже обращают ли там, не знаю, мужчины внимание или не обращают, с друзьями ты в каких отношениях, с ребенком что происходит, все зависит от фаз Луны, как звезды там переворачиваются. И, к сожалению, этого нельзя отрицать. Но тебе это помогает по жизни? Ты вот, например, там себе что-то, или ты мечтей галецом пользуешься? Нет, я не смотрю. Слушай, с моей внутренней встроенной паранойи можно зайти с ума, если иметь перед собой календарь и каждый день знать, что со мной будет происходить. Я на это не обращаю внимания. Я просто проверила, убедилась, что так, и все. Просто когда у меня день не ладится, я не начинаю, то есть я не загоняю себя в какую-то эмоциональную дыру, когда, знаешь, ты себя в чем-то начинаешь винить. Я что-то сделала не то. Я не позитивно мыслила, и поэтому все не так, знаешь, как вот сейчас принято. Я себя отпускаю и говорю, ну, сегодня такой день. То есть в этих обстоятельствах мне нужно научиться жить и получать удовольствие. То есть я начинаю с юмором относиться. Я перестаю думать, что все, что происходит со мной в течение дня, есть плод моих мыслей. Привет, мой воружащий. Мурзик, ну а ты что, может, принесешь мне Катю, а я покажу Анфисе. А, ну что, ну и хорошо, я плечу. У меня же у тебя тоже есть собачка. Ты знаешь. А ты ее выкладываешь в Инстаграм? Выкладываю, но редко. Она такая маленькая, юркая. То есть ты ее теряешь в течение дня дома и можешь найти? Не потерять ее довольно проблематично. Ну, ее просто... А вот и собачка. Ну, показывай. О, боже, да, знаю я таких собачек. Скажи, приветики. Ну, какая сладкая. Это моя старшая. Мы ей подарили... Шпич. Подарили шпича. Тихо. Подарили на день рождения. Она просила и ждала ей очень много-много лет, на самом деле. Месяц. Просила собачку. Слушай, она такая милая. Это девочка? Да, это девочка. Кася, сначала звали Юпи. Солнышко, ну тебя не видно? Видно ноги. Мы разговариваем с твоими ногами. Вот, так что выфугают. У нас малышка. А у тебя картошечка мальчик или девочка? Девочка. А почему все думают, что она мальчик? Картошка. Это же женское имя. Да никого знает. Не знаю. Знаешь, как... Сейчас же... Ё-моё, Саша, я... Меня не видит Анфиса. Можно... Завтра вижу Сашины ножки. Сашины кролика. А где картошка? Сейчас, подожди, я позову. Секунду. Она там с Соликом тусит на уроках. Сейчас, минутку. Сейчас мы пообщаемся. Сейчас это будет прямой эфир для наших шаблати. Картошка! 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 Иди ко мне, зайка. Иди скорее. Иди ко мне. Иди, я за с кем-то знакома. Картошка! Картошка! Ну, пойди, зайди на минуточку. Так, подожди, у вас упал телефон? А, нет, вы стоите тут сейчас. Подождите, вот картошка. И Солик тоже сейчас ко мне грозится пойти в прямой эфир. Вот, смотри. Вот. Картошка! Моя зайка. Она не очень такая ручная, то есть она не очень любит сидеть на руках. Ей прям не нравится. Да? Она больше любит валяться, ходить. Да, когда я беру ее на руки, она напрягается. Да. У меня даже была собака Чихуахуа, которая была очень ручная. Вот. А картофель, он, мама, иди ко мне. Иди ко мне в прямой эфир. Так, внимание. Иди сюда. Вот, я тут. Привет! Лохматик! Привет! Это Саша. Это Ира. Ира, мама Саши. А это Саша. Это Соломон. Это Анфиса. А я так рад. Сделай все, Лохматик. Нет? Все. Да нет, он картошку сейчас притащит. На минутку. На минутку ты ко мне? Ну, иди с картошкой вместе ко мне. Ну, аккуратнее картошку. Нет, я не хочу. Что мы тут сделаем? Вот. Ну. Нет, Катюшка. Соль. Кисакис. Иди, мы с Анфисой поболтаем. Давай, иди. Иди, возьми Катюшку. А я мама. Все. Иди в крови, там, на вашу стабиль. Ну, картошку, хватит, Катюшка. Сол, не душу. Ой, какая прелесть. Толя, картошка твоя собака или мамина? Моя и мамина. Ага. Ну, а все-таки боль сетья твоя или мамина? Моя. Ну, картошкой, по крайней мере, назвал ее он. Тата. Очень хорошее придумал ты имя для нее, Солечка. Она похожа на картошку, да? Скажи, малышка. Печеная картошка. Солечка, ну не надо баловаться. Все, иди делать уроки. Я сказала, не надо опускать штору. Иди отсюда, иди делай уроки. Иди. Соль. Начинается. Не надо мне ничего поднимать, опускать. Иди отсюда. Все, давай. Ну, я хочу. Господи. Хорош. Только, ну что, тебе там уже надоело, наверное, да, все время в компьютере делать уроки. Хочется с друзьями поведать. Ты знаешь, он гораздо лучше учится в онлайне. Да. Он прям сидит, слушает так учителя. Вот когда приходила на дом, например, с ним дополнительные занятия делать, тяжело. Он бесился, баловался, не мог усидеть. А вот прям в ноутбуке ему нравится. Соль, убери жвачку, это неприлично. Иди делай уроки уже, в конце концов. Все. У нас тут взрослый разговор. Мам, минута. Ты всего ждать секунд. Нет, а я минуту делаю. Понятно? У тебя ходы записаны. Да, ты знаешь, он у меня высчитывает время бесконечно. Мам, через сколько ты будешь? И вот скажешь, ему он ставит будильник и ровно через это время звонит. Мама, а ты что еще не дома? И вот так вот бесконечно. Я должна отчитываться, как вот, знаешь, бывают такие мужья ревнивые, а у меня вот такой ребенок, которому нужно отчитываться поминутно, когда я буду. Нет, просто, во-первых, он дружит со временем в отличие от тебя. В отличие от меня однозначно. Это какое-то наказание мне. Я с временем вообще ни разу не дружу. Та-та. Все. Его быстрая миссия тебя со временем... Не, минута, 30 секунд чуешь. 30 секунд, говорит он в кадре. Я все подсчитываю. Все подсчитываешь? Когда будет минута? Я скажу. Ну, мы... Пап, скажи, пожалуйста, у тебя какие вообще прогнозы, когда нас выпустят из домашнего заточения? Ну, точно не 5 апреля. Я думаю, что, скорее всего, у нас будет такой же сценарий, как в Италии, но где-нибудь во Франции. Ну, вот, например, моя подруга вычитала, что карантин в переводе с какого-то языка это 40 дней. То есть, что психологи установили, что сидеть на карантине, вот на таком домашнем, самое большее человек, вот без вреда психике, способен 40 дней. Вот как ты думаешь, мы будем 40 дней сидеть или больше? Вполне возможно, что 40 дней будет достаточно, вот, но, по крайней мере, по Москве будет заметно, насколько это вызвало действие наше, скажем так, самоизоляции. 40 дней не хватит на мое день рождения, чтобы я вырос ученым и сделал таблетку для Земли. Он хочет быть ученым и сделать таблетку для Земли. А для чего таблетка-то, Солик? Чтобы что? Чтобы коронавирус прекратился. Коронавирус? Почему он и так прекратится? И он точно... Пусть будет твой день рождения, ты вырастай поскорее. Ты лучше знаешь, какую таблетку сделай для Земли. Чтобы все есть и не худеть? Ой, и не толстеть? Это важная таблетка для Земли? Это суперважная таблетка для Земли. Чтобы люди... То, чего им в них самих не хватает, в них появлялось. Типа ума? Ну, типа ума. Или там, если им кажется, что им не хватает таланта рисовать, чтобы они раз съели таблетку и рисуют очень здорово. В общем, все... А такие таблетки существуют, Ир. Да? Они только запрещены законом. Нет, это знаешь, когда ты под этой таблеткой рисуешь, тебе кажется, что ты Ван Гог. А потом, когда ты смотришь на то, что нарисовал, уже так не кажется. Поэтому... Таблетка для супер... Просто надо больше экспериментировать с таблеткой. Таблетка для суперсилы. Вот, таблетка для суперсилы. Да. Если рождается, например, человек, который не умеет ходить, раз, съел таблетку, суперсила и все. Да? Ну, вот, если у кого-то нет огня, он хочет огонь, то вообще персилы огонь. Это он у нас тоже астрологические сейчас размышления. Понятно. Соль, хватит нам что-то. Соль, подними нас. Да нет. Ну, хватит, приходи. Подними нас обратно. Сегодня спрашивай у нас что-то. Все, иди. Все. Хватит, хватит. Все, заберите его. Таня, заберите солик. Пожалуйста. 40 секунд. Все, забирайте. Картошка, хватит, лезет мне ноги. Уйдите все. 40 секунд всего. Сейчас. Я их отведу, подожди. Давай, давай. Даня, давай. Уроки. Все, минуту хотела, выходи. Забирай свою картошку. Все. Таш. Ой. Ку-ку. Ну, пожалуйста. Ну, иди. Ты поиграй в Жене. Нет, я подарю свою росту. Футболка моя нравится? Вот, спасибо. Я ее купила в Турции. Домашнюю футболочку. Мы сейчас поднимем с Анфесой и поболтаем. Твой футбол. Тут у тебя столько комплиментов. Мы, видишь, все пропускаем. Но, правда, там есть и какие-то эти больные люди. А вы будете отвечать подписчикам? Ну, спрашивайте. На что отвечать-то? Где вопросы? На улыбочку? На вот эту улыбочку? На смайлик? Отвечаю. Что такое? Лифчики и уколы? Это что значит? Как дела? Сын по-грузински понимает? Спрашивает у меня. Да. Сын говорит. Но когда он долго не бывает в Грузии, он забывает уже некоторые слова. Но с бабушкой, с папой по-грузински общаются. Да? Вот. Солик вчера разыгрывал всю свою... Разыгрывал всю родню тем, что... Значит, мы ему сделали такие шрамы на лице, кровь из носа. И он звонил по видеосвязи и говорил, что его покусала картошка. Вот. И никто не верил. Почему вы так издевались над своими руками? Да. Никто ему не верил. А я параллельно писала всем на телефоны. Но сделайте вид, что вы испугались. А он пахнул, потому что никто ему не верил. Все говорили, ты что, раскрасил это лицо? Ну, вы зачем так родственников пытаетесь разводить? Надо наоборот что-нибудь... Нет, слушай, лучше пусть сначала испугаются, а потом обрадуются, что это не так. Чем наоборот, обрадуются, а потом расстроятся, что все не так. Я предпочитаю пугать чем-нибудь плохим, а не хорошим. Однако. Я помню в юности свою подружку, она рассталась с парнем, очень переживала по этим поводу. И я ей говорю, представляешь, мне твой бывший звонил, в кино звал. Говорит, вот я теперь расстался с Ксюшей, теперь давай с тобой встречаться. Она так расстроилась. Я говорю, сверху апреля тебя. Вот. Говорно. Тебя вчера никто не разыграл, потому что мне вчера кто-то из друзей таких хороших, типа как ты, подружек, близких, прислали... Ну, знаешь, когда присылают в WhatsApp документ, ну, Саш, делай что-то. Присылают документ, и этот документ, типа там, мэрия может были, или это поле, и чтобы его почитать, надо на него нажать. И на этом документе, на его обложке, написано о продлении карантина до 1 сентября. И у меня уже как сердце подостановилось, а потом я нажала открыть, и там написано 1 апреля. Нет, меня никто не разыграл вообще. Меня только Солик пытался разыгрывать. Из-за разряда мам, я купил, я скачал себе там платные программы на iPhone. Ну, знаешь, он там себе что-то скачивает, говорит, платная такая дорогая программа оказалась, максимум. А потом оказалось, что нет, конечно, он ничего не скачал. Вот. Ну вот кто-то пишет, что до 1 мая карантин. Видишь, люди в курсе. Мы с тобой не знаем. Кто пишет до 1 мая, тот глупая свинья. Он что ли коронавирусом болеет? Может и болеет. А может и так... Девочка, давай я. Слушай, тут пишут, взрослые разговаривают, а дети вмешиваются. Слышишь, Ир? Пишут, взрослые разговаривают, а дети вмешиваются. Вообще, где воспитание? Я, конечно, люблю этих людей. То есть мы должны были так, знаешь, ребенок влезает, а ты ему так тудышь. Да. Он так тудышь. И все, и ребенок в ауте лежит. Зато воспитывается. Да, да, да. Это и есть настоящее советское воспитание. Побил хорошенечко, чтобы он там лежал. Чтобы по струночке ходил. Чтобы мнения своего не имел. Чтобы когда взрослые говорят, он стоял и час ждал, когда они закончат, и тогда спрашивал свой вопросик. У нас, конечно, все очень любят говорить о воспитании, при этом не понимая, что лезть без спроса в воспитание чужого ребенка, это и есть плохое воспитание. То есть люди, задавая вопрос, где воспитание ваших детей, демонстрируют отсутствие у себя воспитания. И вот мне всегда нравится, когда, значит, сапожник без сапог, да, когда невоспитанный учит, как воспитывать детей, там, не умеющий одеваться, учит, как тебе одеваться, не умеющий краситься, говорит, ну, как вы накрашены. Вот это вот, конечно, любимая история в Инстаграме. Я очень люблю вот этих всех... Мне не нравится слово хейтеры, оно слишком красивое для вот этих людей, которые пишут гадости. Но когда вот эти вот товарищи что-то пишут, я очень люблю зайти к ним в профиль и внимательно его рассмотреть. И мне прям... Я уже заранее даже прогнозирую, какой там будет человек. Если человек пишет там, ты жирная, значит, у человека будет проблема с лишним весом. И у него весь аккаунт о том, как он худеет. Вот. Если пишет, ты там страшная, значит, человек вообще не сильно симпатичный. И так далее, и так далее. То есть такое ощущение, что все в Инстаграме, знаешь, с зеркалом общаются. Вот сидят и сами себе что-то говорят. Ну, так ведь и есть. Видим, мы только... Нас задевает то, что резонирует сильнее всего нам самим. Но я как-то к этому спокойно отношусь. Во-первых, люди сейчас, мне кажется, вообще действительно уже на протяжении достаточно долгого времени, не просто из-за коронавируса в стрессе, а в принципе последние там несколько лет в стрессе... Ты знаешь, Ир, мне кажется, что многие люди рождаются уже в стрессе. Ну, так и есть. Поэтому кроме сочувствия это больше ничего не вызывает. Просто стресс это, к счастью, или, к сожалению для некоторых, это выбор человека. И находиться в стрессе можно по собственному добровольному согласию, а можно в нём не находиться. Вот в чём вся суть. И мы с тобой тоже можем быть постоянно в стрессе. Особенно вот когда гадости почитаем, и сразу впасть в стресс. Но почему-то мы сидим и всячески оправдываем этих людей, почему они нам такое написали, вместо того, чтобы впадать в стресс от этого. Так что я полагаю, что люди тоже могут достаточно собраться и выйти из своего стресса, и перестать стрессовать других в ответ. И передавать, кстати, стресс тоже как вирус, понимаешь? Человек в стрессе, нахамил другому, тот тоже стал в стрессе. Нахамил третьему, это же тоже стрессовирус. Да, согласна с тобой. Поэтому мы сейчас будем с тобой заряжать лучами добра, справедливости и всего самого хорошего. Тех, кто нас смотрит и посылает нам всякие разные... Я, кто нас любит. Но вот, кстати, вы пишете, что будем ли мы отвечать подписчикам, а задавайте вопросы. Как Солик переносит самоизоляцию? Вот у меня тут кто-то спросил. Вообще, он вчера был в депрессии, вот правда. Он прямо плакал и говорил, что как же так, 1 апреля, я так хотела его отметить с друзьями в школе, всех разыграть. А вот 1 апреля закончился, я толком никого не разыграл. И он прям вчера вот стрессовал и говорил, что он в очень плохом эмоциональном состоянии и за то, что мало с кем общается. Поэтому он как бы вот... Ну, вчера плоховато переживал изоляцию. Но в целом, в общем, другой день наоборот. Говорит, и хорошо, что я не хожу на улицу, и хорошо, что не надо ходить в школу. День на день не приходится. Мне кажется, он очень рад, как, впрочем, вот у Саши, 100% тому, что мама рядом. Потому что ты действительно такая вообще на месте него сидишь и все время в движении и так далее. Можешь мне сказать, почему иногда не спрашивают, как я отношусь к коронавирусу? Почему я не отношусь к коронавирусу? Мы не хотим обсуждать коронавирус. Вот я спрашиваю, как ты относишься к коронавирусу, Саш? С трудом и чесноком. С трудом и чесноком. Ну, главное, по чесноку сейчас сказала. Да, по чесночку сейчас ударим с Анфису, что я после эфира. И все будет очень здорово. Но тут спрашиваю, как мы переносим домашний карантин. Я не знаю. Мне только прогулок, наверное, не хватает. А, в принципе, я рада тому, что я дома и рядом со мной. Дети, я могу с ними общаться столько, сколько хочется. И смотреть, и делать то, что хочется. И вообще, как бы, вот я под этим как-то углом пытаюсь смотреть. Потому что если думать, что там, что делать, там, работа. Я когда все это только закрутилось, и стало происходить среди моих знакомых, очень много людей, у которых там ресторанный бизнес, бизнес развлекательный. И у всех там все просто сыпется, и замораживается, и так далее. И мне это тоже настроение передалось. Я поняла, что как бы решить сейчас точно ничего не решим. А находиться вот в этом состоянии, что делать, я подумаю об этом завтра. Слушай, а ты знаешь, а я очень часто сама себе устраивала такой карантин, потому что я очень устаю от людей. Несмотря на то, что я все время общаюсь с людьми, и без этого, наверное, не могу. Во мне много интровертизма. В общем, ты понимаешь. И я очень часто, после того, как наобщаюсь с людьми, просто могла там по 2-3 дня отдать, например, солико бабушке, потому что они хотели с ним повидаться. Я отправляла бабушке и могла 3 дня просто не выходить из дома, читать книги, просто плевать в потолок. Но вообще ни с кем не общаться. И я регулярно это делала. И каждый раз, там день у нас третий такого пребывания дома, я начинала мучиться муками совести. Особенно глядя в Инстаграм, что все что-то делают, все такие деятельные, у всех полной энергии, все свои выходные ездят на лыжах кататься, скакать, кувыркаться. А я вот тут лежу, как овощ разлагаюсь на диване. И я всегда испытывала чувство вины. А сейчас я могу предаваться своему любимому занятию без чувства вины, потому что это делают все, понимаешь? И поэтому я, наверное, себя так хорошо чувствую, потому что я вижу, что весь мир сейчас вышел из этой гонки бесконечной за успехом, за деньгами, за какими-то историями. И просто сидит дома и делает то, что я и так люблю делать, без всякого карантина. И поэтому мне отчасти это нравится. Я люблю вот так вот разлагаться. Для меня это большая подзарядка. То есть я как будто бы накапливаю силы, и потом уже эти все силы опять страчиваю на общение с людьми. Ну, так это на самом деле и есть. Не как будто бы это подзарядка, потому что нам нужно... Как бы действительно... Ну, я не знаю, насколько там люди, живущие в других городах, но в Москве это гонка. Ее просто кожи и чувствуешь. И действительно, когда особенно там заходишь в Инстаграм и все повернуты к тебе своей самой удачной стороной, как бы особо не анализируешь это, и думаешь, вот действительно все в космос, друзья, скоро вы прилетите, а я... И все такие... Всего добились, а я что-то тоже надо, наверное, снимать быстрее какие-то, что-то куда-то выкладывать и делать. И себя этим еще больше загоняешь, загоняешь, загоняешь. А сейчас вот такой момент, когда не ты себя остановил или там каких-то людей, а сама ситуация заставила замедлиться. Ты знаешь, я согласна, потому что, например, все мои знакомые, ну, так получается, что я окружена трудоголиками. Причем сама когда-то тоже была трудоголиком, там где-то энное количество лет назад, а потом поняла, что... Ну, что это путь в никуда. Трудоголизм, работа ради работы не имеет никакого смысла, и я люблю очень как раз не работать, ну, сколько позволяет. Да, я так ударненько поработаю там месяц-два, а потом вот это вот медитирую, что-то там думаю, стихи пишу, созерцаю, наблюдаю за людьми, и каждый раз вот эти вот мои друзья вокруг меня, трудоголики, они... Знаешь, вот мы с ними резонируем на разных частотах. Мы садимся, они все вот в этой работе, 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 а у меня аж начинается аллергия от того, что они говорят. Вот они говорят, работа, 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 а я вот начинаю прям чесаться, у меня аж... У меня начинается прямо сдавленный кашель, сухой. Так вот, в чем причина ты на коронавирус давала анализ. Вот, и сейчас, когда всех остановили, мне кажется, это настолько, на самом-то деле, если отбросить в сторону ужасные последствия коронавируса, да, что там люди болеют, страдают, умирают и так далее, то в целом вот эта вот ситуация, она, конечно, помогла нам остановиться и понять, что есть вещи гораздо важнее, чем наш земной типа успех, какая-то, не знаю, там, позиция в глазах других людей, там, деньги, деньги, деньги и так далее, что есть вещи, которые не купить и не взять. Вот сейчас все, значит, наши олигархи, там, и прочие люди, которые покупали себе всяких паспортов разных стран, да, чтобы, если что, дернуть из России, по факту в любой стране сейчас просто будут сидеть дома, неважно, примерно, ну, там, плюс-минус будут одинаковые, то есть, перед какими-то природными катаклизмами, вирусами, там, цунами, все вдруг становимся абсолютно равными, и вот это, и вот это замечательно, и люди, наконец, есть возможность не прятаться за трудоголизм, потому что трудоголизм, это же фактически алкоголизм. Саш, тут что, мурагина пропала, я же не пойму, ты все время туда-сюда ходишь, какая-то движуха, трудоголизм, видишь, вот что Анфиса говорит, хватит за мной, во всех. Вот, то есть, это фактически алкоголизм, то есть, человек с запоем уходит только не в вино, там, водку, а в работу, и совершенно оторван от себя, от жизни, от близких, от каких-то наших задач земных. Поэтому, мне кажется, что в это непростое время есть и определенные плюсы. Согласна. Хотя алкоголизм сейчас будет процветать, как ты думаешь? Все, давайте. Алкоголизм, думаю, сейчас может начать процветать. Ну, нет, кому нечем заполнить себя, конечно, будет заполнять тем, что, как говорится, доступнее и проще всего и сразу вызывает там всякие мультики. А скажи, пожалуйста, чего ты там, чего посмотрела, чего почитала, интересно? Значит, что я посмотрела? Я посмотрела в 150 тысяч первый раз секс в большом городе. Но каждый раз его смотришь как заново. То есть, ну, когда какая-то жизненная позиция меняется, ты уже, когда ты смотришь, о, вот это они тусили, вот класс, вот это мужчины такие вот книги. Сейчас я смотрю и не понимаю, как они могут через себя пропускать такое количество мужчин бесконечных. Вот. И их ценности по-другому воспринимаешь. Вот. Я посмотрела кучу детских мультиков. Вчера это был Спанч Боб. Сейчас это какие-то смайлики, потому что мы с Оликом регулярно что-то смотрим. я наконец сделала доску 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 как правильно доску визуализации, которая у меня лежала год, ты не поверишь, ватман купила, фоточки распечатала, клей купила, год не могла все это дело наклеить. Наконец наклеила. Сейчас она стоит передо мной и я, значит, на нее смотрю, хотя там много всего, что в условиях коронавируса вряд ли можно существить, но на будущее. Ну что мечтать вообще-то круто. Я начала слушать аудиокнигу Атлант расправил плечи. Мне долго ее рекомендовали, никак до нее руки не доходили. Опять начала записывать видео своих стихов, потому что опять же-таки пока бегала по городу и всеми делами занималась, некогда было это делать. Посмотрела фильм Лобстер. Странный такой фильм. Ты смотрела фильм Лобстер? Угу. Да? Ой, вот никому не нравится, а мне что-то нравится. Я его, правда, еще не досмотрела до самого конца, потому что... Я советую посмотреть «Охотникам за привидениями». Класс. Вот мы, кстати, мы, кстати, с Оликом. Я вот не знаю, все пыталась, кстати, сегодня вспомнить, какие детские фильмы можно посмотреть вдвоем, но кроме «Один дома» ничего не вспомнила, и мы с ним пересмотрели «Один дома». А я делала подборку, я делала пост в воскресенье, можешь зайти посмотреть. А я смотрела. У тебя там вдруг очень много девочковых фильмов? Нет, нет. Слушай, вот мы посмотрели Саши буквально неделю или две назад французский новый фильм называется «Расправь крылья». Он про мальчика, которому там лет двенадцать. Он весь такой современный сидит все время в гаджетах и так далее. Мама не знает там, что делать. В общем, она отправляет его к отцу, с отцом они разведены, а отец изучает жизнь диких гусей. И, в общем, мальчик такой, знаешь, типа, фу, куда я приехал, там все ему такой, забери меня отсюда, обратно. И потом вот начинается эта история фантастически, прекрасный фильм, я вам рекомендую, он вам очень понравится. Да? Да, и там достаточно динамично сюжет развивается, то есть это интересно. И при этом такие красивые съемки, ну, то есть я не буду тебе спойлеры делать. Просто Соник у меня такой, он вот всякие психологические истории не очень воспринимает. Нет, это не психологические истории. Экшен, это приключение абсолютно, и это тебе должно вам понравиться. Вот. Я подумаю, но я тебе напишу еще, в принципе, наверное, из таких вот проверенных старых фильмов, ну, не знаю, вы смотрели «Бесконечная история», помнишь, как в нашем детстве? Да, там Мария Мирабелла, нет что-то там такое? Нет, про мальчика, который спасал страну фантазию, или там... Он летал на каком-то драконе, да? Да, 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 да. Красивый такой фильм, классный тоже. Я в детстве смотрела. Ну, надо посмотреть, потому что я у меня закончила с фантазией на детские фильмы, вот, потому что мультики тоже уже надоело смотреть, лично мне. Хочется посмотреть какие-то еще и фильмы, вот, и мы, я вот сижу, в подборке их уже нет, этих детских фильмов, и надо вспоминать, никак не могу вспомнить, что это было. Ну, вот в воскресенье у меня был пост, зайди, посмотри, может быть, просто... Я смотрела. По описанию, что тебе там еще откликнется. Я тоже. У нас тут спрашивают, а какое наше любимое, девочки, какое у вас любимое блюдо? Ого. У тебя есть любимое блюдо? Ну, я не могу сказать, что у меня вот прям какое-то... Сейчас пост идет, и ты знаешь, я хочу сказать, я хочу спеть о грузинской кухне. Вообще не представляю, что бы я делала, если бы не грузинская кухня. Сейчас, и вот именно в этот период, мое любимое блюдо это пхали. Ну, знаешь, знаешь, я знаю, о грузинской кухне все и больше, чем все. Вот. И она, кстати, входит в десятку или вообще, ну, в какой-то, в общем, топ рейтинг самых вегетарианских, приспособленных для вегетарианцев кухонь мира. Вот. И, ну, вегетарианцам показано ездить в Грузию. То есть, она как в списке стран, где вегетарианцы себя будут чувствовать хорошо. Потому что у них действительно очень много овощных блюд. А поскольку я мясо не ем вообще, я пескуриан. Да, я не ем мясо. Я пескурианка. Я ем только рыбу и морепродукты. То есть, а вот мясо не ем. Ни рыб, ни птицу, ни мяса, ничего. Вот. То я, конечно, в грузинской кухне много нахожу себе. А рыбу, я как бы ее ем, но я не сильно ее люблю. То есть, я люблю только лосось, иногда тунец. Вот. Ну, иногда там какие-то креветки, там кальмары, краб, все, максимум. Очень много из морепродуктов, рыбу всю, кроме лосося, я не люблю. Вот. И поэтому мне, конечно, тяжело, потому что лосось тоже надоедает. Я в основном, конечно, питаюсь как вегетарианка. Иногда добавляю там яйцу, рыбу, яйца еще ем. Вот. И, конечно, грузинская кухня кладезь вегетарианских блюд. Просто кладезь. И фасоль, вот это лобио, и прочее, прочее. Вот. А что твое любимое блюдо? Какое? Ты знаешь, я гурман. И сказать, что у меня есть, это как меня спрашивают твой любимый парфюм, а у меня их там на полочке стоит больше ста штук. Так же, как и с едой. Я не могу придумывать любимое блюдо, потому что я гурман, и я очень люблю все время разное. То есть, если меня посадить на одно и то же, то я сойду с ума. Вот. И раньше я в детстве когда ела мясо, я знала, что сказать, потому что моим любимым блюдом было котлеты с картофельным пюре, которые мне бабушка готовила. Вот. Такой вкус детства. Такие поджаристые котлетки. Сейчас я уже не ем мясо, поэтому это блюдо уже не может назваться моим любимым. Но что говорить про вот любимое блюдо? Вот. Даже не... Я очень люблю супы. Вот. Наверное, это моя любимая история. Причем супы я варю себе без мяса и борщ постный, и постные щи, и чечевичные, и щавель. Я люблю такое все вот с каким-то таким кислым подтекстом. Щавель там, крапива, вот такое все. Супы обожаю. И сама их хорошо варим. Время обеда. Да, и у нас сейчас с тобой кончится уже прямой эфир. Час. Там же час врубается. Как время пролетело с тобой, моя зайка. Так, в общем, смотри, ты мне обещала сделать там что-то, рассмотреть меня с точки зрения звезд. Твой гороскоп посмотрел. Неужели я не смотрела? Ну вот у меня есть какая-то ассоциация, что я смотрела. Может, я втайне от тебя смотрела? Ну, может, когда мы подружились, я, наверное, залезла, погуглила твою дату, погуглила твою дату и посмотрела. Потому что я помню, что у тебя там земли много. Вот это я точно помню. И что? Это так хорошо? Ты земная такая, земная. Ну, это не хорошо, не плохо, это данность. Я земная, а мне кажется, я наоборот какая-то такая. Ну, я помню, вот я еще раз вспомню сейчас, но мне кажется, у тебя земля-земля. Я смотрела тебя, вот у меня есть ощущение, что ты смотрела. В этом много земли. Моя хорошая, посмотришь меня еще раз, я тебе... А ты мне фильмы скинь детские. Я тебе скину фильмы, я скину тебе фильмы и для вас с Оликом, и для тебя самой. Ну, у тебя же бывает моменты. Вот нам, кстати, люди скидывают «Моя ужасная няня». «Моя ужасная няня» тоже есть в моем списке. В этом... Да, классный, кстати говоря, фильм. Обязательно его посмотрите. Там есть «Моя ужасная няня-1» и «Моя ужасная няня-2». И тот, и другой очень веселый. Вам понравится. «Эротические блюда любишь?» спрашивают нас. Это что такое эротические блюда? Кроме клубники со сливками, я не знаю больше эротических блюда. Ну, видимо, две яичинки и сосисочка посерединке. А, вот, или бананы со сливками. Видишь, у мужчин все время фантазия разыгрывается, особенно на домашнем карантине. Я думаю, представляешь, вот мужчина остался один на домашнем карантине. Один на денежке. Я даже не представляю, как сейчас мужчины, которые вот так вот просто жили, гуляли, встречались, расставались с девушками, а теперь на карантине остались дома одни и сидят, жены нет. Другой вид общения недоступен. И тут начинается, тут на арену выходит виртуальный секс. Да. И поэтому вопросов-то как раз здесь очень и очень много на эту тему. А ты еще плечико так заголела. Да, у меня сваливается мальчика, сваливается мальчика. Ну, конечно. Сваливается. Расскажи. Они говорят, что мы с тобой парикмахера на дом вызвали. Видишь, сделали себе прически. Я только что голову помыла и феном посушила. Какой парикмахер? Вы смеетесь? А я тоже так же голову помыла. Ну, какая армия такая выходит, парикмахер, визажист, повар, домработница, все. Естественно, мы все вместе живем в моей трехкомнатной квартире. В всей компании. Слушай, ну да, вот я с ужасом думаю, когда у меня сейчас шелак начнет сходить, что делать? Нет, ну шелак, да, это такая тема. Как сгрызать? Ау, кстати говоря, есть лайфхак, ты погугли в интернете, как снять в домашних условиях шелак. Да я знаю, ацетоном завернуть фольгу и все. А потом... Нет, нет, там есть совершенно убийственные, я просто как-то искала, когда еще делала себе шелак, там есть какие-то такие термоядерные рецептики, которые снимают шелак навсегда с твоих ногтями. Вместе с ногтями. Вместе с ногтями. Тебя спрашивают, как тебе удается такой объем волос делать? А я вот тоже даже видео специально сняла, потому что все время спрашивают. Друзья мои, раскрываю вам свой секрет. Для того, чтобы сделать объем на абсолютно прямых, ровных волосах, таких прямых, как палки и тяжелые, как у меня, нужно взять крабик, вот так вот волосики поднять, вот здесь вот так вот крабиком заколоть, походить минут 15, отпустить и опа! Все очень просто. Сейчас пойдут покупать живого краба? Ну, да, конечно, правильно, именно крабика такого. А Анфиса, вот Витя догоняют люди с вопросами. Кушаете вы рыбу и морепродукты? Кушает, кушает. Будет ли еще кефир? Кефир? Нет, не пью. Я стараюсь молочку поменьше. Из молочки я в основном ем ряженку. Я там читала много, изучала. Она вот полезнее всего, как ни странно. Спрашивали, будет ли у нас еще эфир? Ну, конечно, что нам 40 дней делать-то дома? Каждый Божий день. Но в следующий раз, дорогие друзья, мы обязательно подготовимся и вас попросим подготовиться, чтобы это были вопросы не про то, что вы делаете какие-то там были, в общем, даже повторять не хочу, ладно, такие странные вопросы, короче говоря, не задавайте, а задавайте хорошие вопросы, такие вот прям, на которые интересно было бы отвечать нам с Анфисой, и мы с удовольствием ответим. О, у меня сейчас напоминалка пришла, что я сегодня провела в Инстаграм два часа. Я себе поставила напоминалку, и каждый день она мне напоминает, что два часа истекли. Вот, и сегодня еще только два часа дня, я уже два часа провела в Инстаграме, понимаете? Ваше время. Сейчас это был наш прямой эфир. И сейчас откуда-то что-то я там делала в нем. Это чтобы тебя глазки не уставали, и ты оставалась такой же красивой, с яркими, блестящими своими глазиками много, много, много лет. Ну, давай, ладно, все уже тут завершается наш эфир. Спасибо тебе большое. И тебе тоже. Я так рада тебя видеть. Я тебя тоже. В реальной жизни не видимся, зато хоть виртуальный. Да, хоть так. Но я, правда, соскучилась, и, к сожалению, действительно, быстрее. Спасибо коронавирусу, что он позволяет, наконец, чаще общаться с друзьями. Чаще общаться со своими подругами. Ну, давай. Пока. Пока. Все. До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.